Такая еб***ая разница между двумя кореями, хотя народ тот же. Ну, во-первых, то, что народ тот же, и то, что у них гены одинаковые и культура во всем одинаковая была, это еще доказать надо. Да, то есть это какой-то совершенно нелепый расизм, когда люди говорят, типа, как так, гены все решают, а смотри, корейцы, они все на*** одинаковые в пизду. А при этом есть северная и южная Корея. Ты спрашиваешь, а в каком смысле они одинаковые, и тебе прогрессивный либерал просто пальцами глаза покажет по ходу, и все. Я просто не знаю, а как этот аргумент в полной версии выглядит, типа, народ один и тот же. Эти самые, как бы, да, а вот что-то живут по-разному. Ну, то есть по какой-то причине, как минимум, диалектные различия между северным корейским языком и южным корейским языком, они существовали задолго до появления коммунистической Северной Кореи. То есть, ну, почему фамилия Чхве, например, на русский язык локализуется как Цой? Хотя она вот в Южной Корее, она звучит Чхве, ну, типа, как вот актер, который играл главную роль в фильме «Олдбой» Чхве Минсик. Чхве — это фамилия, и это фамилия Цой, чтобы вы понимали. У него буквально фамилия Цой. Просто она в Северной Корее звучит, как она похожа на Цой в северокорейском произношении, а в Южно-корейском она звучит как Чхве. Ну и, слушайте, я не говорю по-корейски абсолютно, но на слух Чхве и Цой не очень друг на друга похожи. То есть, диалектные различия там есть, они заметны. И если спросить у какого-нибудь специалиста, если обратиться в специализированной литературе, эти различия между северокорейским и южнокорейским, они вообще, как бы, они были до коммунизма? Да, были. Да, были. И различия в устройствах общества? Да, были. Да, были. Не такие же, как сейчас, но были. Это примерно так же, как Республика Ирландия и Северная Ирландия в составе Соединенного Королевства. То есть, казалось бы, пришли коварные англосаксы и разделили единый неделимый ирландский народ. Но это не так. Потому что, ну, как минимум, на примере формирования северных диалектов ирландского гейлика, когда там еще был ирландский гейлик в Северной Ирландии, мы видим, что вот популяция, которая ушла на север, там, как эта местность-то называется? Ульстер, что ли, или я путаю, я не знаком с географией Ирландии абсолютно, но тем не менее, та популяция, которая туда ушла, она какое-то время была обособлена от всех остальных ирландцев. Они тогда не были все англоязычными, они все были кельтоязычными, так или иначе. Но она взяла, сама обособилась. Как так-то? Потом, по примерно той же линии разделения пролегает, соответственно, дистинкция между католиками и протестантами. Протестанты плюс англиканин. А потом, по той же линии пролегает граница республики Ирландия и Соединенного Королевства. Ну, на ирландском острове. Удивительное рядом. Все новое — это хорошо забытое, старое. Иногда не очень старое, иногда не забытое.